Итак, бесплодная смоковница, я думаю, что всем известная притча, но кто-то может задать вопрос, притча это или нет, потому что вроде бы дерево было настоящее. В книге «Желание веков» есть такое интересное предложение «Проклятие смоковницы – это разыгранная притча». То есть иногда Иисус рассказывал притчи, образы рисовал, своими словами рисовал картины, а были притчи, которые касались каких-то конкретных предметов и конкретной жизни. Итак, давайте мы откроем Евангелие от Матфея и посмотрим, как разыгрывалась вот эта идея, притча о смоковнице, какой смысл ее в Священном Писании. Евангелие от Матфея, давайте начнем еще до этой притчи. Вообще, израильский народ был знаком с этими образами, с притчами. Смотрите, целая книга притча у них была. И когда мы читаем Ветхий Завет, там масса разных притчей есть. И иногда даже пророки изображали притчи. Помните и осию того пророка, которому Господь говорил «Иди, возьми жену, блудницу». Это была притча также для Израиля. И когда мы видим, что Иоанн Креститель начинал свое служение, Евангелие от Матфея, 3 глава, стих 7, он проповедовал. И такие слова он говорил. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, ведущих к нему креститься, сказал им «Порождение Ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния! И не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». «Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Итак, мы видим, что израильский народ знал этот символизм. Израиль часто назывался виноградной лозой или смоковницей. И израильтяне тешили себя тем, что они знают Бога, они знают истину, они правильный народ, у них правильная церковь и так далее. Но Иоанн Креститель в своих проповедях, очевидно, как американцы говорят, challenged, бросил им такой challenge. Не думайте говорить о себе, что у нас все хорошо. Потому что уже топор лежит. Топор лежит у корней дерева. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И далее он предупредил, говорит, «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Итак, Иоанн Креститель явно говорит, что ценность дерева, имеется в виду деревья фруктовые, потому что есть и деревья, которые выращивают на древесину, мебель делают. Я сейчас волею судьбы работаю на фабрике, где делают кухонные мебли. И там разные дерева, дуб и бук, и ольха, и всевозможные деревья. Там ценность тех деревьев определяется породой. Но когда мы говорим о фруктовых деревьях, то ценность этих деревьев не определяется породой. Ценность дерева определяется не породой, а плодами, которые оно приносит. «Если плоды худые, то благородное имя не спасет дерево от уничтожения». Я не знаю, были у вас такие деревья или нет, я уверен, что у многих из вас сады были. Может быть, у кого-то и сейчас есть. Были какие-то деревья, которые не плодоносили. У кого были такие деревья? А кто не хочет руку поднимать? Есть, я смотрю, здесь рука. Действительно, когда мы сажаем фруктовое дерево, мы хотим есть какие-то плоды от него. И точно так же и Господь, когда Он создает церковь, когда Он создает свой народ, Он хочет видеть плоды этого народа. И если дерево не приносит плодов, ну тогда что с ним делать? Так, нас этой весной пригласили, у нас есть семья, которая уже долго живет в Покении, и они попросили обрезать деревья. Мы пришли, посмотрели, помогли обрезать их. И они говорят, вот это дерево, не знаем, что с ним делать, вот черешня, но еще плодов мы не видели на ней. Вот, и мы им посоветовали ее убрать, так. Потому что там места, во-первых, немного, очень тесно, вот, и черешня любит, чтобы места было больше. Вот, и поэтому ее убрали. Этой весной ее убрали, она не приносила долго плодов. Мы дома тоже у себя большой сад имеем, и пришлось некоторые деревья убирать, потому что не было плодов на них. Они долго растут, забирают место, занимают место, но не приносят плодов. Хорошо, давайте пойдем дальше. Евангелие от Луки 3 глава дает нам объяснение этой метафоры, которую Иоанн Креститель приводит. Он говорит, что уже топор у корней деревьев лежит. И когда народ откликался на его проповедь, а мы знаем, что народ очень активно откликался на его проповедь, то они хотели знать, что же тогда делать. Не называться просто таким деревом, нужно плоды приносить. Какие плоды? И вот мы читаем, и спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, делай тоже. Пришли мытари креститься и сказали ему, учитель, что нам делать? Мы знаем, что мытари были врагами Иисуса очень часто, но здесь были такие мытари, которых затронули слова Иоанна Крестителя. Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Итак, вот такие плоды. То есть они должны выражаться и в характере человека, и в поведении. Бог ожидал, что израильский народ будет светом. В данной ситуации они оказались под римской оккупацией, можно так сказать. Вот римляне правили тем миром. Они оказались, может быть, и сами того не желая, на территории Римской империи. Но Господь говорит, будьте моим светом, будьте этим деревом, которое приносит плоды для Господа. «Подобно тому, как он призвал из языческой среды Авраама, также мог он избрать для служения и других. Сердца их могут быть безжизненными, точно как камни в пустыне. Но Святой Дух способен пробудить этих людей к свершению Его воли и исполнить в них свое обетование». То есть Господь может действовать через людей. Давайте посмотрим еще с вами немножко на хронологию. Мы знаем, что Иоанн Креститель пришел для того, что начал проповедовать, чтобы приготовить путь для Господа, для Мессии. И вот где мы здесь во времени? Мы видим проповедь Иоанна Крестителя, только что мы прочитали о ней. И Иисус начинает свое служение, мы знаем, Он принимает крещение у Иоанна Крестителя и сразу же начинает свое служение. И вот здесь, в ходе Его служения, где-то вот еще в начале, произошла история, вернее, не история, а притча о Смаковнице. И мы прочитаем ее из Евангелия от Луки, 13 глава, Евангелие от Луки, 13 глава, с первого стиха. Ситуация такая была, что Иисусу принесли новости плохие. В это время пришли некоторые и рассказали Ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Представьте себе, Израиль живет при римской оккупации, им это не нравилось. Они мечтают о национальной независимости. Они мечтают о том, что они станут славным народом, богатым, известным, успешным и так далее. И здесь что происходит? Римские власти совершают вот такое жестокое убийство. Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня селаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. И вот в связи с этой ситуацией Иисус сразу же рассказывает притчу. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике в своем посаженную смоковницу. И пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал винограду, говорю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, остави ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Само его существование, ну что это за смоковница, опять же, это символ израильского народа, мы понимаем. И смысл смоковницы в том, чтобы давать смоквы или инжир. Но израильский народ к этому времени дошел до такого состояния своего развития, что они не были светом в этом мире. Они не несли познания о Боге другим народам. Они настолько сконцентрировались на себе, на своем благополучии и на своей даже национальной идее, что они полностью забыли, кто они в этом мире. И дух пророчества описывает так их состояние. Говоря о израильском народе, само его существование было проклятием. Представляете? То есть они были созданы Богом, чтобы быть благословением, а здесь говорится, что они были проклятием. Ибо он занимал в винограднике место, на котором могло бы произрастать доброе дерево. Израиль таким образом лишил мир тех благословений, которые Бог желал излить через него. То есть видите, какая у Бога цель? Бог хочет благословить этот мир. Он хочет спасти сколько людей? Всех людей, так или нет? Но, к сожалению, идет эта великая борьба. Это прежде всего борьба информационного характера. Мы видим сегодня, как это действует очень хорошо. Как действуют новости, как действуют масс-медиа. И сатана точно так же делает. Он клевещет на Бога, он представляет его в неправильном свете. И Бог хочет иметь на земле людей, которые познали Его. И если они познали Его, чтобы они это познание распространяли дальше, на других людей. Господь особенно благословляет свою церковь. Он доверил ей свою истину, чтобы они передавали другим людям, которые еще не знают. То есть, это дерево, это смоковница, или возьмите любое другое дерево. Так, если мы его сажаем в нашем саду, то не просто потому, что нам хочется дерево посадить. Нам хочется иметь плоды. И точно так же Бог привлекает нас в свою церковь. Его церковь – это виноградник его, это его сад, можно сказать так, для того, чтобы мы приносили плоды. Но если Израиль не приносил плоды, таким образом он зря занимал это место. Израиль таким образом лишал мир тех благословений, которые Бог желал излить через него. Израильтяне представляли Бога перед другими нациями в ложном свете. Они не только были бесполезными, но являлись уже видимым препятствием на пути других народов к Богу. Их религия в значительной степени стала сводом заблуждений, и вместо того, чтобы приводить людей ко спасению, подталкивала их к гибели. Это все наглядные уроки Христа. Вы видите страницу, 215-я страница. То есть мало того, что не то, чтобы были бесполезны, даже вредны. Потому что даже одна из заповедей Божьей говорит, «Не носи имени Господа Бога твоего напрасно». Часто люди сужают ее только к тому, чтобы не произносить имя Бога напрасно. Но смысл этой заповеди, мы понимаем, что «Не носи имя Бога напрасно». То есть, другими словами, называя себя Божьим последователем, называя себя верующим, не без чести Бога своим поведением, нарушением Божьих заповедей и так далее. И в израильском народе, к сожалению, это уже распространилось. Иудейская религия с ее величественным храмом, впечатляющими обрядами, священными жертвенниками, священниками в митрах, внешне была очень привлекательной. Ну и точно так же в дальнейшем христианская церковь оброслась куполами, позолотами, крестами, святыми местами. Все внешне так очень величественно. Но ей не доставало смиренной любви к человеку. Вот такого простого. Смиренной любви к человеку. Хорошо, давайте будем двигаться дальше. Вы заметили, что в этой притче о смоковнице, смоковнице было дано время какое-то, так? Миссия Иисуса Христа на земле еще не закончилась к этому времени. И сколько там еще оставалось? Еще год, так? Садовник говорит, остави ее еще на этот год. Обложи навозом, обкопаю, говорит, давай посмотрим. Может быть, что-то изменится. О чем, какой смысл этого всего? Ведь помните, это живая притча была. Это говорилось об израильском народе. Пока Иисус был с ним, вот эти три с половиной года, пока он совершал служение, уже какое-то время прошло. И вот остается год еще. Еще один год остается. И эта притча, она как-то ничем не заканчивается. Но оставим на год и все. Почему? Ну, потому что чем закончится эта притча? Это зависело от самого израильского народа. Бог дает нам возможности, он дает нам свободу, он дает нам благословение. Но он ожидает, что мы будем сотрудничать с ним, что мы не будем жить для себя просто. Ответственность за завершение этого рассказа была возложена на поколение, внимавшее словам Христа. Серьезным предостережением прозвучали слова «Если же нет, то в следующий год срубишь ее». От них самих зависело, будут ли произнесены слова окончательного приговора. Здесь условия есть. Бог дает нам, людям, свободу выбора. Он призывает нас быть его смоковницей. Он сажает нас в своем саду. И он готов нас окопать, готов поливать, готов обложить навозом. Все, что нужно для дерева, чтобы оно хорошо росло и плодоносило. Но выбор все равно остается за нами. Итак, проходит еще один год. У нас есть эта история, дальше записанная. И мы знаем, что в конце концов эта смоковница усыхает. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 21 главу. В принципе, я говорю, давайте откроем и сам открываю перед вами. Вот экраны, хорошо. Давайте прочитаем еще. Еще одна смоковница. Это событие уже непосредственно перед распятием Иисуса Христа. Это последняя неделя. Иисус въезжает в Иерусалим. Много шуму. Его встречают. Пальмовые ветви. Одежды полагают свои. И Асанна, сыну Давидову, все замечательно. Иисус, въехав в Иерусалим, направился в храм. Он второй раз уже там был. Это второе очищение храма было. Помните, он пришел, он увидел, что после первого очищения ничего не изменилось. Даже еще хуже стало. И он очищает храм еще раз. Выгоняет оттуда всех миновщиков, продающих. И очищает этот храм. И затем он уходит. А утром он опять идет в Иерусалим. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней. Он увидел смоковницу. Его привлекли листья. Мы, когда заехали сюда вчера с моей семьей, то нас тоже привлекли листья. У нас в Спокене еще листьев нет, а у вас уже есть. На деревьях есть листья, появляются. И листья они привлекают. Но в чем особенность была смоковница? У смоковницы сначала плоды, потом листья появляются. Поэтому, когда есть листья, значит, уже должны быть плоды. И поэтому Иисус пошел к этому дереву. Ну, вообще, в то время еще было довольно рано. И смоквы еще не приносили плодов. Но эта смоковница, она в особенном месте располагалась. Знаете, бывает там, где немножко теплее, немножко меньше ветра. Там быстрее растения развиваются. И вот мы читаем об этой смоковнице. Смоквы созрели еще не везде. На холмах вокруг Иерусалима действительно не время было собирания смокв. Но в саду, мимо которого проходил Иисус, одно из деревьев, казалось, может принести плод раньше других. Это дерево покрывали листья. А у смоковницы плоды появляются раньше листьев. Итак, это дерево было покрыто листьями. Значит, на нем могли быть зрелые плоды. Но внешний вид оказался обманчивым. Осмотрев ветви этого дерева, от самых нижних до верхних, Иисус не нашел ничего, кроме листьев. Пышная зелень покрывала дерево. Но, увы, оно было бесплодным. Ни на одной смоковнице в саду не было плодов. Интересно. Ведь это был сад. Но дело в том, что другие деревья были без листьев. А вот такая одна смоковница, она была с листьями. Ну, давайте мы здесь, прежде чем будем читать дальше, отметим, что означало эта смоковница с листьями. Помните, что это все живая притча. Притча, которая вот раскрывается, ее значение. Что она символизировала, эта притча? Это был символ израильского народа, так? Иисус не пришел к какому-то другому народу. Он не пришел к филистимлянам, или к египтянам, или к сирийцам искать плода на их смоковнице. Потому что им не были даны те откровения, которые были даны израильскому народу. Они не знали всего того, у них не было священных писаний. Израильский же народ имел все это. И вот эта смоковница стала символом Израиля, который имел листья, был красивым деревом, но не было плодов на этом дереве. «Ни на одной смоковнице в саду не было плодов. Но от деревьев, не покрытых листвой, нечего было и ожидать плодов. Поэтому они не вызывали разочарования. Эти деревья олицетворяли язычников. Подобно иудеям, они были лишены всякого благочестия. Но ведь они и не утверждали, что служат Богу. Они не хвалились своим мнимой добродетелью. Они не знали о делах и путях Божьих. Для них пока что не пришло время созревания смоков». Мы знаем, перед вторым пришествием Христа все народы будут судимы таким образом, как вот здесь мы видим оценку Израиля. Но пока что Бог ожидал от Израиля, что Он принесет эти плоды. Ещё мы читаем из Евангелия от Матфея. Продолжение этой притчи. «Когда Иисус не нашёл ничего, кроме одних листьев, говорит, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Пришло время для израильского народа. Ещё очень короткое время осталось для Иисуса на этой земле. И мы знаем, что по пророчествам книги Даниила ещё немного времени оставалось для израильского народа, чтобы завершилось пророчество на 77. Ещё Божья благодать была простёрта к ним. «Сердце, которое не откликается на божественную заботу, черствеет и в конце концов утрачивает способность внимать Святому Духу». Израильский народ, не принеся того плода, который Господь ожидал от него, очерствели своим сердцем. Хотя пока что ещё были листья на этой смоковнице, вернее, когда Иисус подошёл только к ней. Потом прошло немножко времени, буквально очень мало, и эта смоковница засыхает на глазах у учеников. Итак, давайте мы поразмышляем больше о значении этой притчи. Дело в том, что когда мы читаем Библию, мы разбираем Слово Божье, но в конце этого разбора очень важно для нас сделать применение для своей жизни, так или нет. Потому что мы можем размышлять о израильском народе, как он, как народ, не выполнил свою миссию, как церковь, не стали тем благословением, которое Господь ожидал, что они будут. А как это нас сегодня касается? Есть ли сегодня какая-то смоковница, которая олицетворяет нас с вами? Как вы скажете? Мы с вами тоже какое-то дерево, может быть, не смоковница, я не знаю, яблоня в Божьем саду. Это предостережение Христа продолжает звучать и ныне. О, беспечный человек! Не являетесь ли и вы бесплодным деревом виноградники Господа? Не обращены ли к вам слова приговора, как долго вы получали его дары, как долго он наблюдал за вашей жизнью и ждал ответной любви? Вы даже формально принадлежите к церкви, которая есть его тело. И все же вы не осознаете, что у вас нет живой связи с великим сердцем любви. Поток его жизни не протекает через вас. Прекрасных черт его характера, плодов духа нет в вашей жизни. Это значение этой притчи. То есть Господь ожидал, что его народ будет тем каналом любви к другим людям. Как Иоанна Крестителя вначале спрашивали, а что нам делать? Он говорит, что не клевещите, довольствуйтесь тем, что имеете. Будьте благословением для других людей, не обижайте других. Воинам он говорит. Наоборот, помогайте. Точно так же и Бог и ожидает, что его церковь будет таким живым деревом, которое приносит плоды. Я помню, когда-то был в Израиле, и мне интересно было, потому что, ну вы знаете, всякий истинно верующий человек, он стремится поделиться своей верой с другими людьми. Так или нет? Там, где он работает, там, где он живет с соседями, знакомыми, он пытается рассказать о Боге, о том благословении, которое сам получил, и так далее. И поэтому, ну, мы как верующие, мы, наверное, известны тем, или должны быть известны тем, что мы всегда хотим рассказать о Боге. Вот. И мне было интересно, вот я приехал, наверное, в глазах многих израильтян, я язычник там, да, светлые волосы, ну, что, язычников нужно же обращать к Богу, или нет? Так? Вот. И я ожидал, что, может быть, кто-то захочет мне рассказать о Боге, там, в Израиле. Вот. И я помню, даже я стоял так на остановке, мне эта мысль опять пришла. Думаю, будет ли меня пытаться кто-то обратить здесь к Богу? Вот. И я стоял, помню, на остановке, это была Бершева, вот, и я так вот смотрел, вот, как обращают внимание, потому что я отличался, так я, ну, явно не израильтянин, вот, от местного населения очень отличался. Вот. И у меня сложилось впечатление такое, что меня вообще нет. Знаете, ну, наверняка вы знаете, если где-то вы на остановке стояли, ну, люди или, если не разговаривают друг с другом, там, о погоде, о природе, ну, то, по крайней мере, хотя бы посмотрят друг на друга. Такое бывает или нет? Ну, хотя бы посмотрят, вот, что есть человек. А я вот обратил внимание, что даже на меня вообще никто не смотрит. Вот вообще так вот, ну, люди куда-то все равно не смотрят, они же не могут не смотреть, так? Вот. И я чувствовал себя просто как пустое место, вот, как будто меня здесь нет. Вообще никакого внимания, ни хорошего, ни плохого. И я подумал тогда, ну, ведь это же неправильно, так? Это же неправильно. Вот. Но, и затем я подумал, а как в нашей жизни? Обращаем мы внимание на людей? Не бывает ли так, что у нас есть сотрудники, у нас есть знакомые, да, или просто незнакомые люди, так? Если мы вообще в чужом городе, незнакомые люди, есть ли у нас в сердце такое, чтобы послужить им, чем-то помочь им? Ну, потому что мы же не можем, ну, так, просто сразу начинать говорить о Боге, так? Иисус всегда, прежде чем он начинал говорить о Боге, то он женщину-самарянку воды попросил, то исцелил кого-то, да? Вот. То есть он начинал вот с такого, что он служил нуждам людей. Он служил нуждам и завоевывал их доверие. И потом после этого он говорил, следуй за мной. Так, это цитата из книги «Служение и исцеление». Вот. Точно так же и в нашей жизни Господь ожидает, что мы будем обращать внимание на людей, что они не будут для нас пустыми, местом. Вот. Что мы будем делиться Божьей любовью с ними, чтобы они видели, что Бог действительно с нами и захотели больше узнать Его. Это предупреждение на все времена. То, что Христос проклял дерево, которое Он сотворил своей собственной силой, является предупреждением всем церквам и всем христианам. Никто не может считать, что живет по закону Божьему, если он не служит другим. Видите? А это какая заповедь? Вроде бы такой заповеди не знаю. «Вас люби ближнего, как самого себя». Так? Ну, в десяти заповедях вроде такого не написано. Но дело в том, что если читать заповеди по-фарисейски, то таких слов мы можем не найти. Так? Но если понимать дух закона, вот, то Господь ожидает от нас вот такого служения. Никто не может считать, что живет по закону Божьему, если он не служит другим. Так? Я могу считать, что я соблюдал субботу. Ну, хорошо. Евреи тоже соблюдали субботу. Кто распял Христа? Те, которые соблюдали субботу, возвращали десятину, даже смятые они сатмина. Не знаю, кто так тщательно из нас это соблюдает. Так? Вот. Ничего нечистого не ели. В церковь ходили. Так или нет? Эти люди распяли Христа. Поэтому это важные моменты. Но прежде всего должна быть любовь, желание служить другим людям. И еще одна мысль. Иудейский народ – это символ всех народов, всех веков, которые пренебрегали увещаниями бесконечной любви. Христос оплакивал не только Иерусалим, но и грехи всех людей, всех времен. В осуждении Израиля могут увидеть свое собственное осуждение все те, кто отвергает обличение и предостережение Святого Духа Божьего. То есть, когда мы читаем Библию, и мы как адвентисты это хорошо знаем, мы всегда, заканчивая размышлять о израильском народе или о каких-то царях, или каких-то людях, мы всегда задаем себе вопрос, а как в моей жизни? Не получается ли так, что в моей жизни те же ошибки совершаются? Иудеи обрекли себя на гибель, отказавшись служить другим. Отказавшись делиться благословениями, иудеи не могли больше получать их сами. «Погубил ты себя, Израиль», говорит Господь. Это через пророка Осию Господь говорит. И поэтому мы видим, что Господь ожидает от нас служения нашим ближним. И наверняка кто-то может чувствовать себя вырванным из своей среды, особенно те, кто недавно приехали сюда в Соединенные Штаты. Но помните, что Господь, если Он позволил вам здесь быть, Он ожидает от вас точно так же служения. Точно так же служения. И мы можем не знать язык в совершенстве, и мы можем много чего не знать, но Господь даст нам возможность встречаться с теми людьми, кому мы можем засвидетельствовать. Или на своем языке, или, может быть, на каком-то другом, может быть, не на совершенном даже языке. Я помню, я смотрел одно видео в Ютубе по поводу изучения языка и по поводу способности эффективно коммуницировать. Вы знаете, что уметь говорить на языке это еще не значит уметь эффективно коммуницировать с другими людьми. И там одна женщина рассказывала, как она зашла в аптеку, и ей нужно было купить витамин D. И она обратилась, ну, там консультанты были, и она говорит, что мне нужен витамин D, но я не знаю, какой выбрать. И та ей начала рассказывать, что... Ну, и она свободно владела английским, это все на английском было. И вот она начала рассказывать, что там есть ЭПК, есть ДГК, витамин D, и вот он... Как я уже не помню, как они расшифровываются. Дезокси, либо... Не, что-то не то. В общем... Я не помню, да. Она рассказывала, рассказывала, и та женщина так и ничего не поняла. А та наговорила кучу слов на совершенном английском языке. И в конце концов, та вообще не знала, какой витамин ей выбрать. Вот, и она отошла, и там другая была женщина, эмигрантка, очевидно, она очень слабо говорила по-английски. Вот. И она спрашивает, что ей надо. Она говорит, что витамин D. Она говорит, витамин D. Окей, говорит. Окей. Окей. Говорит, вам для чего? Говорит, для мозга или для сердца? Она говорит, мне нужно для сердца. А, ну все, значит, вам тогда ДГК. Ну, или ЭПК, я не помню, какой точно нужен. И она говорит, я была в шоке. Потому что эта женщина не умела ничего говорить, и говорит, а она мне объяснила, какой мне витамин D надо. А там умела говорить, и тысячусловно говорила, и говорит, я так и ничего не поняла. Вот. Поэтому важно не просто уметь говорить, важно эффективно коммуницировать. Вот. И здесь мы можем дать какой-то, если это англоговорящие люди, какие-то ресурсы на английском языке, какие-то проповеди. Сейчас мы живем в век цифровой информации. Вот. Я не знаю, как вы, но вот меня представили как руководителя отдела адвентистской миссии в Спокении. И что мы сделали? Мы сделали такие визиточки небольшие с QR-кодом на обратной стороне. Вот. И на визиточке там аудиокнига может быть «Желание веков» или «Путь ко Христу». Вот. Или проповеди. Все, что есть в интернете сегодня, можно взять адрес, сделать из нее QR-код и распространять. Небольшая визиточка. Это не файер, не что-то такое большое. Дали сегодня люди все со смартфонами. Сосканировал QR-код и все. Ты слушаешь проповедь. Так. И вы можете даже не уметь говорить на английском. Вот. Но дав такой ресурс человеку, вы даете ему возможность послушать духовную информацию. Ну и, конечно же, у нас есть и такие русскоязычные ресурсы. Также на украинском, на русском есть. Вот. И мы распространяем. Буквально недавно проводили такую программу Journey to the Cross. Может быть, вы слышали. Путешествие ко Кресту. Есть еще Journey to Bethlehem. Это обычно перед Рождеством. путешествие в Вифлеем. Вот. Это такая, ну, как бы театрализованное представление. Масса народу. Тысячи людей приходит. Просто тысячи людей. Мы в этом году решили первый раз сделать на русском языке, чтобы они прошли. Потому что там обычно все на английском было. Вот. И в Спокене очень тоже очень много наших живет. и мы такие хорошие группы имели и провели. И в конце вот предложили такие визитки, плакаты сделали с QR-кодами желания веков, литература наша. Вот. Фактически все разошлось. Вот. Почти все, что я приносил, все разошлось. Все книги, эти визитки все разошлись. Люди подходили, снимали желания веков также. Вот. Поэтому Господь сегодня дает нам эти ресурсы, чтобы мы служили. И Он ожидает, чтобы мы принесли плод. Вот. Раз Он дал нам возможность здесь быть, значит, нам необходимо служить здесь и на этом месте. Иудеи обрекли себя на гибель, отказавшись служить другим, отказавшись делиться благословениями. Я пытаюсь координировать свои цитаты с теми, которые у меня здесь. Отказавшись делиться благословениями, иудеи не могли больше получать их сами. Погубил ты себя Израиль, говорит Господь. И поэтому Господь призывает нас сегодня обратись, Израиль, Господу, Богу Твоему, уврачу и от падения их, возлюблю их по благоволению. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Возвратятся сидящие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза. От меня будут тебе плоды. И так Господь желает, чтобы мы приносили эти плоды. Давайте позволим ему действовать в нашей жизни и будем плодовитым деревом. Аминь. Помолимся вместе. Отец наш небесный, Господи, мы благодарны за то, что ты даешь нам такое великое преимущество быть деревьями в твоем саду. и ты, Господи, даешь нам все необходимое, чтобы мы могли принести плод и защиту, ограду вокруг этого сада, которая символизирует твой закон, и башню, Господи, церковь твою поставил, и все необходимое, садовник есть, Господи, служители твои есть, которые ухаживают за этими деревьями. Господи, помоги нам быть плодовитыми смоковницами, помоги нам приносить плод, помоги нам быть проявлением твоей любви в этом мире, помоги нам обращать внимание на людей, которые вокруг нас, не проходить мимо них, не игнорировать, Господи, помоги, вложи в наши сердца эту любовь, чтобы она могла изливаться на других людей, и чтобы они могли познать тебя. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь.